МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждая история – это чья-то идея. Что мы покажем сегодня, зависит от автора, который прислал свою идею и снялся в нашем сериале. В эфире очередная серия сериала «В итоге». Я Кристина из Хантаматиска. Всем привет! Я Саша. Спасибо за возможность стать актером и сняться в проекте. Сегодня мы хотим затронуть очень важную и актуальную тему. Чтобы предостеречь не только детей, но и взрослых. Очень часто в социальных сетях и мессенджерах нам приходят сообщения. Это может быть реклама, уведомление о акциях и распродажах. А может прийти сообщение с незнакомого номера. С просьбой или заманчивым предложением. Сделать что-то и получить за это вознаграждение. Незнакомцы могут попросить вас совершить противоправные действия. Для этого они используют соцсети и мессенджеры, где в основном проводят время молодежь и подростки. Злоумышленники узнают через личные страницы пользователей информацию о том или ином человеке и пытаются надавить на свою жертву. В случае невыполнения требования начинают угрожать и запугивать. А за исполнение обещают крупную сумму денег. Не отвечайте на такие сомнительные предложения и сразу блокируйте. Немедленно сообщите о любых предложениях от незнакомцев, родителям или педагогам. Позвоните в единую диспетчерскую службу по номеру 112 или сообщите в полицию по номеру 102. Будьте бдительны. Старайтесь не афишировать свою личную жизнь в социальных сетях и мессенджерах. Сделайте свои аккаунты закрытыми. Не делитесь информацией, которая может помочь злоумышленникам узнать о вас больше. В итоге установите везде запрос на переписку. Не вступайте в диалог с незнакомыми людьми. Берегите себя и своих близких. Меня зовут Рома. Я из города Алексеев. Моя история о правилах безопасности в лесу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова